Песня «Звездная» Но и ему миллионы долларов принесла нелюбимая российскими поклонниками песня, а не понятый на родине вокалист. Сам Илон Маск неоднократно признавался в симпатиях ко всему русскому. Очень полюбил и седьмой элемент. Для американцев чем тупее, тем лучше. Вот этот формат достаточно примитивного сочетания вот этих звуковых колебаний языковых и минимального количества слов сделало мировым событием. Настолько, что «Витас» – единственный российский исполнитель, чьи альбомы загружают в плейлист «Тесла» еще на заводе. За это право компания Илона Маска заплатила 10 миллионов долларов.